но с Барнаварн были разные как бы разные практики с ними были на самом деле у вас уже закончилось можно приходить сюда, этого не знают, они сразу говорят, может приходить с адвокатом, может приходить с другом, или с кем-то из коммуны, который понимает если что, как бы со стороны просто послушай и объясните, да, ой, ты там Тони, ты вот сказала, хотя бы, то есть, ты себя чувствуешь, то есть комфортнее, когда ты едешь я согласен с этим, был вот до включения, был вопрос, насчет могу ли я приходить, если меня вызывают на какую-то встречу, неважно куда, и либо это Горюнаф, либо это Скатает Атен, то есть налогово, либо это сам работодатель, либо это полиция, неважно, любой орган, госорган, вы имеете право с собой взять и человек, которому вы доверяете, он называется Тильдит Парк. Тильдит Першон, да, то есть человек, которому вы верите, и вам не надо доказывать, почему он с вами, потому что, потому что вы это желаете, человек вас поддержит, вы чувствуете в присутствии этого человека какую-то поддержку, конечно, смотря в каком ситуации, вот насчет адвокатов, да, допустим, вот дела с Барн и Варн, когда они начинаются, если уже вызывают или приходят, желательно, конечно, вести переговоры, чтобы рядом был все-таки адвокат, это желательно. Когда забирают, когда серьезно, я не понимаю. Еще, вы же понимаете, что сначала никто никого не забирает. Нет, хватит, когда забирают, они никого не спрашивают, мне объяснили. Я вам практику рассказываю. Сначала никто не приходит, вот прямо вообще так, как в пустыне снег, никто не приходит и не забирает. Есть основания. Вопрос в другом, являются ли эти основания, как сказать, достаточными для изъятия детей из семьи, это вообще другой вопрос. Поэтому изначально, когда начинается уже сигнал, допустим, а сигналы могут быть совсюду, сигналы могут быть даже вот из ноутаков, где люди живут, то есть эти вот персоны, которые работают с беженцами, они могут тоже высылать эти, как говорится, жалобы, которые называются «обещим смелением», да, в коммуну, естественно. Потому что барнаварн, это оно при коммуне. Дальше учитель, воспитатель, зубной врач, логопед, неважно, сосед, это вообще, про соседей, я думаю, что это вообще надо отдельно говорить. И про каких-то друзей, которые якобы вот тут вам хотят помочь, подскажут и так далее. То есть, которые потом, грубо говоря, извините, стучат и даже необоснованно стучат дальше. Потому что вот так они хотят показаться друзьями вот этих вот, скорее всего, коммун и так далее. Типа, вот я друг, и я начинаю тебе помогать, помогать стучить на своего соседа. И понятно здесь, что норвежцы, они, ну, норвежская культура и, грубо говоря, украинская или там наша культура, она отличается очень сильно. Даже вот я сейчас говорю, вот у меня голос может быть, ну, не совсем такой низкий, да. Я сейчас говорю, а за дверями вот там могут подумать, что я ругаюсь с кем. И это может быть уже, и здесь ребенок мой играется, допустим, да. Это уже может быть воспринято как психологическая агрессия против ребенка. И соседка, у которого стеночка вот такая тонкая, слышит это. И он пишет, что, он считает, что я ругаю своего ребенка. А я могу вот разговаривать по интернету, с кем-то вот так вот разговаривать. Ребенок может быть сидеть рядышком смотреть свой айпад или там, не знаю, мультик какой-то, грубо говоря. Но сосед за стену этого не видит. Он воспринимает это агрессию, как агрессию. И проверка будет. Сразу Барна Варна имеет обязанность после такой жалобы, или такой, я бы сказал, сигнал, после такого сигнала проверять. То есть они уже проверяют, приходят два или три человека, просят разрешение на снятие видео, ну, чтобы все это было фиктировано. Да, да. Дальше записывается абсолютно все в протоколах потом и в рапортах. Абсолютно все. Даже, я представляю некоторых, некоторые семьи сейчас, да, против Барна Варна, честно, было даже фиксировано в протоколе, покрашены ли были ногти у мамы. Понимаете? То есть, ну, а, зевает ли мама часто? А ногти как-то не зевает. Вот именно. Я тоже потом не понял, к чему. То есть это хорошо или плохо? Это плохо. Они считают, что вы за собой не ухаживаете. Если ногти накрашены, то это плохо? Это хорошо. А, это хорошо. Это вы за собой ухаживаете. Я уже, ну, поможете. Так вот, понимаете, о чем я говорю? Что фиксируется абсолютно все. Люди, минимум два человека, потому что должен быть кто-то, кто будет подтверждать ту информацию. Иногда бывает, что несовпадение фактических обстоятельств, именно по факту, что было и что было написано в протоколе. Поэтому приходят два-три человека, которые говорят, добрый день. Мы были у семьи Икс. Мы вели с ними переговоры и так далее, и так далее, и так далее. Ну да, было такое. Ну было, да. Вы читаете протокол, что так, мы пришли, папа лохматый, небритый, ну такой, мама тоже, значит дети не ухожены. Так, они спали. Значит дети опять же одни, они ничего, за ним никто не следит, они одни. Значит дети могут подвергаться опасности, бытовой опасности. Понимаете? Дальше, если вы живете на первом этаже, допустим, ну допустим, у вас просто дверь открывается, у вас там пусть маленький забор, и там дорога идет, и машины ездят. Значит это опасность для ребенка, что ребенок один маленький может выйти, пойти на дорогу, его может сбить машина. Это опасность жизни ребенка. И начинаются проверки. И проверки ходят обычно два раза в день, может быть, в 10 утра или в 9 утра, и потом в 5 вечера. Это может продолжаться 2, 3, 4 недели. Вы можете себе представить такое, что вы, во-первых, должны сделать свои дела, во-первых. Во-вторых, к вам приходят абсолютно чужие люди в семью, которые вам даже не помогают что-то делать. Они вот сидят рядом и протоколируют, и фиксируют, как вы живете, как вы воспитываете детей, что вы готовите им и так далее, и так далее. То есть все это фиксируется в протоколах. Зачем это все делается? Мы понимаем зачем. Чтобы было основание сказать, что вы не заботитесь о детях, и дети нуждаются в заботе. И это право заботы, кому она отбирает, это означает, что дети будут помещены во временную институцию. Потом уже в детский дом, а потом уже в семью. Вот так они делают, так они работают. Поэтому очень важно понимать, что если к вам написали или пришли к Барнаварн, или просьба проверить и прийти к вам, вы с этого момента имеете право на бесплатного адвоката за счет государства. И если вы обычно кому она дает вам такого адвоката, у них целый список, их очень много. Но если вы сами знаете кого-то, какого-то адвоката, с кем вы работали и так далее, вы имеете право сказать, что я хочу, чтобы был он или она. Это вполне нормально. Тогда уже Барнаварн получает эмайл от адвоката, и все счета, фактуры и так далее, все отправляется именно им. То есть с одной стороны, они якобы забирают детей своими решениями. Если должно сначала решение, то просто никто не забирает. А с другой стороны, у нас был случай, что они забрали детей и говорят, вот вам визитная карточка адвоката, идите против нас суд идите. Понимаете? То есть, ну, у вас же есть право на бесплатного адвоката? Ну да, идите. А по факту детей нет в семье. Дети приходят за них бороться. Плюс, после этого, когда детей уже изъяли, очень понятно, очень важно, я тоже думаю, что проконсультироваться с человеком, знающим эту систему, потому что каждая встреча, опять же, с Барнаварн, она будет записываться, и все это будет сканироваться, в каком настроении мама. Истерит она или нет? Кричит она или нет? Что она говорит? Как она себя ведет? Абсолютно все. Все фиксируется, все в рапортах, и все оно потом отправляется. Поэтому очень важно, и как бы неуверенно говорить, лучше не говорить. Очень много моментов, по которым начинается, как сказать, проверки их очень. То же самое, что говорят, что кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, тоже может быть основанием проверки. И проблема в том, что, когда это начинается, естественная, допустим, наша реакция, вот именно не норвежцев, а наша реакция, что от меня отнимают, это понятно. Мы начинаем противостоять, орать, кричаться, защищаться. Это как бы природное явление, да, но в Норвегии это воспринимается, как очень негативное действие против того, что это показательное насилие над ребенком. И психика ребенка от этого только страдает. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы эту психику не разрушить. Поэтому такие случаи есть. И, ну, естественно, они все разные, но, говорю, что у нас тоже был хороший опыт с Барна Варн, когда они, грубо говоря, из семьи, они никого не забрали, но они обеспечили матери с детьми адрес, куда не мог попасть муж, очень сильно ревнивый муж, который, грубо говоря, преследовал свою жену, даже там уже расстались и так далее, но у них общий ребенок. И они обеспечили ей адрес, куда этот экс-муж не мог до ней добраться. Это было, да. Они даже ребенка не изымали, ничего такого не было абсолютно. То есть здесь они, в принципе, защищали. Но в основном многие случаи, конечно, и вы слышали, и у нас практика есть в этих вопросах, что детей изымают, но не сразу, конечно, с протоколами, по разным причинам. И уже приходится через суд уже доказывать, что такого не было, да. И в суд вызываются, естественно, все эти психологи, которые участвовали в этих рапортах, и их, конечно, опрашивают. Так что так, да. И эта тема на данный момент, к сожалению, номер один. И очень много сигналов, ну, я получаю. Другие просят совета, что делать, когда, допустим, мне одна мать написала, что вот уже были сигналы, что их уже Барнаварна поместил всю семью в кризис-центр под наблюдением. То есть всю семью, да, сразу. Потом их отпустили на праздники и так далее, и так далее. То есть и мать, она еще беременна. То есть два ребенка, да, еще беременная. То есть есть подозрение, что будут изъяты дети. И есть подозрение, что при родах, так только ребенок родится, его тоже изымут. Есть такие подозрения. Поэтому у меня спрашивают, что делать в этом случае. Вы понимаете, что я советовать ничего не могу, что в этом делать. Я могу сказать, что у вас кейс очень серьезный. Я думаю, что понятно, что делать. И поэтому люди, которые тоже очень-очень удивляются, что если семьи, которые тоже приехали в Норвегию, они просят наоборот тоже помощь у Барнаварна. Ну так что мне делать? У нас есть дети. Помогите нам. В смысле помогите? Это не означает, что за ними никто не ухаживает. Помочь в смысле того, что система-то совсем другая. Человек, даже тут ребенок, он же язык не понимает. Он же норвежский язык не понимает. И здесь очень большая проблема в том, что те же самые встречи в сайдике или встреча с Барнаварн, происходит даже перевод очень плохой. И заказывают переводчиков, допустим, русскоязычных переводчиков, но дети на русском не понимают. Дети, может быть, частично на русском понимают, но те вопросы, которые им задают, некоторые дети, я знаю, что они, если не понимают, не хотят показаться, что они такие дурачки, они все отвечают «да». А вопросов таких на ответ «да» может быть очень разных. Бьют тебя, пинают тебя, толкают тебя. Начинается с того, что толкают. Если спросят «бьют тебя», ну, в принципе, наши дети не говорят, что меня бьют. Спрашивают по-другому, тебя кто-нибудь дома толкал или нет? То есть, ну, толкал. Это означает что? Это означает физический контакт. Физический контакт – это что? Это означает какое-то насилие. Это физическое насилие. Дальше, если на ребенка кричат «орут», они говорят, я в аэропортах читал «орут». Я спрашиваю, вы могли бы мне привести пример, что такое орать? И я сейчас говорю, я могу тоже сейчас, наверное, орать, да? Скорее всего. Я попросил перевести мне пример, каким образом вы констатировали факт, что на ребенка «орут»? И что после этого происходит с ребенком? Ребенок пугается, ребенок плачет, ребенок закрывает руками глаза, ребенок убегает в свою комнату, закрывается. И очень много действий, которые должны мне показать, по факту, что на него «орут» – это означает психологическое насилие над ребенком. Мне говорят, ну, они громко разговаривали. Я говорю, подождите, громко разговаривали или орали – это разные вещи. Плюс громко разговаривали кто? Родители между собой или родители между детьми? Ну, тут уже начинается, ну, мы там были, мы там это констатировали. Я говорю, хорошо. В одном случае я просил предоставить мне видеозаписи, которые они спрашивают при входе, они спрашивают, могли бы мы записывать, в принципе. Я говорю, хорошо, я знаю, что вы записываете, поэтому я бы хотел… Был рапорт конкретного числа, поэтому я попросил предоставить мне видеозапись этого числа. И я прошу предоставить мне видеозапись, и этот рапорт вложу, и смотрю видео у себя, ну, в конторе. Близко такого даже не было. Близко такого не было, чтобы мать или там отец на ребенка наорал или накричал. Бывает такое, что там, не знаю, там, там, Саша, ну, иди сюда кушать. Это может быть воспринято или зафиксировано, как вы кричите на ребенка. Да. И самое жесткое, когда, допустим, к вам пришли в гости друзья, тоже со своими же детьми, и вы вот там вот так же сказали, там, Саша, Коля, садись за стол. А он не слушается, он играется. Он говорит, ну, послушай, иди садись за стол. И после там пару дней ваши соседи, грубо говоря, пишут донос в коммуну, что вы неадекватный человек, что вы кричите на своих детей, и что вы, скорее всего, нуждаетесь в помощи. Да, это реальность, и я вам это говорю. Это не сказки, это происходит. Поэтому очень осторожно в этом плане с какими-то друзьями, с какой-то помощью. Они приходят и спрашивают, можно ли снимать видео. То есть, лучше соглашаться? Знаете, подождите, есть два момента. Два момента. Они бывают так, что они скажут вам, что завтра мы придем к вам в 10 часов утра. Но они могут к вам прийти полдевятого. А если у вас, ну, вчера дети игрались, у вас там не убрано. Ну, это может быть, это нормально. И вы представляете, они приходят снимать на видео, что у вас бардак дома. Они говорят, что вы за детьми не ухаживаете. Как вы думаете, в этом случае лучше видео или нет? Я думаю, что нет. Нет, видео они спрашивают на входе. Они пришли. Да. Что-то не в порядке. Я считаю, что лучше, я не скажу, что во всех случаях, я бы сказал, чтобы в основном лучше, чтобы все-таки было видео. Потому что, и со звуком. Не Чарли Чаплин, да, вот это вот. Потому что там не слышны голоса. Это тоже бывает. Они тоже предоставляют такие доказательства, где не слышно только видеозапись, только видны какие-то действия. Это тоже очень много, что дает, понимаете. Звукозапись, чтобы было конкретно видно, что происходит. Да, конечно. Это идеальное доказательство для вас и для тех, кто рапортирует что-то, что факт не соответствует в рапорте тому, что было на самом деле. Потому что судья или те, кто будет принимать якобы решение об опеке, они не будут это видео смотреть, они будут читать рапорты. А в рапорте все написано. И если вы вовремя не напишите, что нет, вы знаете, мы с рапортом не согласны. В рапорте такого не было вообще. То значит, в принципе, есть претензия. Это означает, что ну да, что-то было. Не важно, что они скажут нет, мы ничего менять не будем. Но важно то, что вы реагируете на это адекватно и вовремя. Потому что вы имеете право читать, спросить все рапорты, которые не составляют. Вот и все. Они присылают все. Да. И потом все точно не записывают. И обычно два человека, потому что один разговаривает, а второй сидит в комнате. Да. Записывают. Именно так. И записывают они так, как они хотят воспринимать это. А не так, как оно есть. Очень, очень субъективно. Тем более. И меня иногда удивляет, именно в Барна-Варна, я их не критикую абсолютно. Это их дела. И поэтому есть законы и адвокаты, и суды. Но бывает такое, что я иногда вижу, что вот эти вот сами, кто приходит проверять, проверяющие, понимаете, им по лет 30, у которых я вижу, детей никогда в жизни не было. Младше. Младше намного. Я вижу это. То есть я немножко, ну так вот, как бы я лично о себе думаю, что если у тебя есть дети, как бы ты имеешь, наверное, понятие, как с ними обращаться или не обращаться. А когда к тебе приходит девочка, студент или мальчик, который недавно буквально диплом получил, и тебя начинают учить, как нужно кормить, как нужно трогать, как нужно смотреть, как нужно, ну все. Понимаете, у меня уже начинает такое немножко, ну какой тогда рапорт он напишет, о чем он напишет тогда. А есть как бы, ну извините, но есть очень много семей в Норвеге, как бы нетрадиционной ориентации. И это очень тоже тяжело нашим детям понять. Нашим семьям это тяжело понять. Понимаете, это здесь нормально. И когда начинаются такие, извините, движения в школе, что, ну это же как бы нормально, что как бы папа-папа, папа-один, папа-два, мама-один, мама-два, это нормально. А твой ребенок говорит, что это ненормально, потому что у меня папа и мама. И это получается, что культурные какие-то недопонимания. Значит, вы дома ребенку не рассказываете, что в Норвегии однополые браки или однополые семьи, это вполне нормально. Вы понимаете? То есть культурное различие. Вы, как родитель, значит, не уделяете время этому вопросу, потому что вы принесли сюда детей в норвежское общество. Это звучит очень так жестко, да, но это есть. И в этом плане, конечно, всегда нужно с детьми даже дома вести переговоры, разговаривать, как бы, что, как и почему. И особо не выносить, как говорится, из избы, что вы делали дома и так далее. Потому что дети любят похвастаться, поговорить, но эта информация может быть воспринята немножко неправильно. Не в пользу семьи, я бы так сказал. У нас есть два вопроса. Первый, по поводу прямого эфира. Первый я задам сначала, потом уже в следующем. К примеру, если приходит в барного акта и я знаю норвежский, нужно ли мне нанимать переводчика, чтобы он был или свидетелем Божи, или в целом. Это с прямого эфира. Да. Вы знаете, я советую, чтобы был кто-то рядышком, потому что это, во-первых, ваш свидетель, во-вторых, переводчик. Если вы знаете персону, вот вы лично знаете, кого-то, что был рядом, желательно пригласить. Но если переводчик, ну, тоже можно переводчик. Опять же, это ваша гарантия, что человек что-то слышал и видел. Чтобы не было такого, что против вас два работника Барнована, или ты, а вы один, поверят им. Потому что они представители коммуны, государственной структуры. А вы кто? Я советую, да. Но у меня был один негативный момент, не у меня, у клиента был один негативный момент с переводчиком. Что переводчик увидел, сказал, что мама, мальчик, сказал, ну, я тебе покажу. То есть, переводчик сказал, Барнован, что это означает, что она придет домой и она, ну, либо ремнем, да, либо накажет. То есть, это сказал переводчик. И у меня был вопрос, если имеет ли переводчик высказывать свое мнение, когда он переводит? Нет, не имеет. Переводчик обязан переводить то, что говорят. Он не имеет права высказывать свое мнение. Это адвокат имеет право высказывать свое мнение. И персона имеет право сказать. Что он под этим подразумевал? В одном деле это было. И я очень сильно был удивлен, естественно, что им эта информация естественно на руку. Но я был удивлен тому, что переводчик это сделал. То есть вы понимаете, что получается, что того переводчика, которого пригласили, он в принципе переводит не в пользу моего клиента, он переводит в пользу туда. То есть информация априори искажается. И я считаю, что если вы при встрече с Барном ван или кем-то, вы чувствуете что переводчик ну неправильно переводят или вы не понимаете что от вас просит барн и варн просите прервать встречу и просите другой переводчик это ваше право вы не обязаны сидеть извините с кривым переводом а потом доказывать в рапорте что такого не было и я это советую чем больше людей около вас тем больше свидетелей вашу сторону да пишите сразу если вы получили рапорт и видите что было неправильно записано или записано скорее всего не полностью или неполно неправильно было принято вы пишите что вы не согласны с рапортом и вы имеете право дополнить этот рапорт дополняйте сами что было как оно было плюс пишите кто с вами присутствовал на данный момент чтобы не было такого что в рапорте будет будете указан только вы и три работника барн и варн то есть пишите то рядышко с вами был плюс имеете право просить сами уже встречу не ждать пока они к вам придут вы имеете право назначить встречу по конкретным вопросам приходите на встречу рапорт на стол и раз два тысяч три пять это обязательно делайте не ждите пока через месяц вам пришлют тысячи страниц и где вы потеряетесь где у вас время не будет на это и сделать это сразу моментально вообще следующий вопрос стоит ли отказываться от помощи службы опеки и какие могут быть последствия видите как не стоит отказываться от этого сразу говорю потому что вы показываете свое как бы сказать вы не хотите интегрироваться они воспринимают это так помощь от барнавар это прекрасно но тогда уточните какую помощь это будет курс это будет какой-то тиль так это будет вообще что это будет что за помощь да и с чем она связана обязательно уточните вы имеете на это право плюс уточните когда это будет происходить как часто это будет происходить плюс переводчик каждый раз должен быть каждый раз как только вам под постучали служба опеки прямо сейчас говорите им что вы хотите что у вас было бы как потому что закон о бесплатной юридической помощи говорит все дела связанные с барнаварн за счет государства ваше право иметь адвоката сразу адвокат конечно не прибежит вам домой и так далее но адвокат хотя бы напишет в барнавар что добрый день здравствуйте со мной связалась такая такая-то семья я их теперь адвокат вот все вопросы через меня согласовывать уже они вам наверное скорее всего не говорят вот поэтому мы сейчас ну я вам говорю есть закон есть закон о бесплатной юридической помощи что все движения с барнаварн который касается вас должен покрывать государства через фельдкесмана стас фурвальтер или сам барнаварн потому что барнаварн есть у вас адвокат ваш адвокат пишет барнаварн эмайл и говорит я представитель этот адвокат и каждое движение будет согласовано со мной вот и все это означает что при встрече с барнаварн присутствует ваш адвокат и это будет зафактурирован ваш адвокат отсылает уже фактуру в барнаварн напрямую я понимаю они видите как дело доходит до суда что это означает это уже противоречие потому что чтобы дело не дошло до суда без адвоката не получится это я вам точно говорю ну у вас может быть другие какие-то обстоятельства были да ну в основном еще раз говорю что плюс еще нужно понимать категорию детей по возрасту какие более-менее интересны если допустим ваш ребенок на 15-16 лет он не интересен но вот так есть они зачем нам уже взрослая с ним убежит домой какой толк с него допустим да категория детей начинается вот ну от нуля до такие самые ну извините ну ну так есть практике где-то до 11-12 это самые вот самые такие вот где они делают это понимаете и адвокат это хорошо это надо даже если адвокат не будет участвовать на всех встречах маленьких коробки длинных если барнаван знает что у вас какой-то уже представитель есть то вы же понимаете что адвокат уже ведет это дело уже и результат может быть совсем другим результат всегда отличается до и после и когда я знаю что семьи только начинается разборка адвокатов с семьями вот моего моего клиента вызывали я скажу когда феврале на встречу мы провели через teams через дигитально у меня был первый вопрос сразу я являюсь представителем этой семьи номер один вы будете покрывать эти услуги или нет на гряда отлично все это фиксируется дальше клиент приходит на встречу и мы разговариваем все после того как мы поговорили у них был у них был план до 1 июня отслеживать семью как бы приглашать и так далее до 1 июня я спорил я сказал что нет этого не этого слишком много это будет слишком большое вмешательство в семейную жизнь я считаю что до работать нужно но до 1 апреля со мной никто не спорил на этой встрече абсолютно никто все это было заплатно запротоколировано сегодня уже 15 апреля от барнавар ничего не слышно ничего не слышно вообще у меня клиент спрашивает а что делать может им написать в у нас задокументировано что 1 до 1 апреля значит после 1 апреля ничего не происходит с той стороны никто ничего не делает ничего не был такого такого у нас на данный момент не было но мы понимаем что они уже завершили свои проверки потому что скорее всего они спросили справки из школ садиков как и что и почему то есть кто писал случае видите разные поэтому здесь я считаю что в нашу пользу что они мы договорились до 1 апреля и нашу пользу что они не появляются поэтому у меня будут вопросы если вы такие как сказать заботливые куда же вы пропали то есть у меня тоже вопрос есть такой почему тогда так происходит поэтому разные ситуации но в основном в основном генерально я советую связаться с адвокатом генеральный я советую делать даже если адвокат не будет включаться или не будет допустим физически присутствует то именно вот эти бар навар будут знать что у вас уже кто-то есть кто уже готов будет включиться в любой процесс это очень важно очень важно плюс хотел бы чтобы и клиент поговорил с адвокатом чтобы адвокат тоже настроил более-менее на как разговаривать что делать где разговаривать когда разговаривать да как себя вести допустим ну и так далее то есть эти вопросы тоже ну нужно обговорить я понимаю что тяжело объяснить родителям у которых есть дети что вы неправильно воспитываете детей это очень тяжело потому что это сразу ну как-то муж родители мы же воспитываем да но нужно понимать что служба опеки смотрит это на воспитание детей немножко по-другому не так как классически мы привыкли это видеть плюс языковой барьер имеет очень большую как бы и проблему и препятствия для того чтобы ну скорее всего понять что вообще происходит это большая проблема и каждый раз ну вроде бы все понятно но каждый раз бывает такое что да и наши как бы родители ну допустим я могу про себя лично сказать ну да по заднице я получал да это было но я был гиперактивный так далее здесь бы ну скорее всего меня бы изъяли ну наверно так я думаю ну я так думаю потому что абсолютно все по-другому ничего не поделаешь обязательно да и когда спрашивали с какого возраста они забирают ребенка для личного общения с нуля то есть на вопрос знаете ли вы что будете не забивать конечно они сказали да мы знаем что они могут фантазировать видите это правильно но вы понимаете что уже когда следует ребенком ведут такую беседу что для него это тоже как-то немножко непонятно почему у него то спрашивают вот уж вы не знаете да видите если ребенка пять лет если ребенку 5 лет вы понимаете вы можете подготовить одиннадцатилетнего двенадцатилетнего плюс вы должны сказать что переводчик должен быть намеченному ребенку нужно понимать о чем идет речь но вы же не знаете как переведет переводчик вот это тоже проблема вообще большая и и конечно вот легко как говорится общаться с теми людьми или детьми которые плюс 10 плюс более менее но когда ребенку допустим 5 или 6 лет который вот только недавно начинают что-то говорить так далее вы знаете если я к нему подойду скажу слушай вася вот у меня есть 15 вопросов которые тебе будут завтра задавать какая-то тетя ли какой-то дядя вот если он тебя спросит вот тебя кто-то бил скажешь ну да а кто тебя бил ну во дворе мне там кто-то бил допустим на во дворе хорошо но они же не будут уточнять кто тебя бил где тебя бил когда тебя бил они спросят тебя кто-то бил добил как тебя били чем палками ремнем били шваброй били а где это было где-то происходило понимать что на эти вопросы они выводят потом так что в семье насилие идет никто не будет разбираться что ваш сын или ваша дочь вышла во двор они катались на велосипедах они столкнулись один велосипед скуса с другим велосипедом они попадали разбили себе коленки пошли домой плачут ну и нужно помочь ваш сосед сказал что там такое насилие происходит посмотрите как как они бьют вот как вот с этим быть если это дети в 6 и 5 лет с нуля они не разговаривают они смотрят на на рефлексы как ребенок реагирует как ребенок держит руку сильно не сильно то есть они проецируют картинками понимаете звуками да и они уже из этого к сожалению выводят по своему опыту какие-то форму потому что те кто приходят снимать видео или как сказать наблюдатели эти наблюдатели да они потом передают рапорты психологом профессиональным психологом которые пишут потом заключение а уже тяжело сказать что ну как она и что и заключение профессионального психолога будет являться реально основанием для изъятия детей если он посчитает что над детьми было психологическое и физическое насилие физическое насилие допустим вы ребенка ну не знаю отойди не надо убрать вы толкнули физический контакт никто не будет спрашивать как сильно дальше вы крикнули или позвали вы бы позвали там опять же за стол кого-то да из ребенка вы повысили голос не потому что вы хотите навредить ребенку псих псих психология потому что он не слышит и это воспринимается по разным если психолог напишет такой рапорт то все основания для изъятия детей приближаются к реальности я бы так сказал и что я бы хотел сказать вот насчет тоже бар наварн я считаю что те дети те семьи которые приехали с детьми в норвегию они должны попадать в основном под законодательство украины потому что они здесь не являются постоянными жителями они здесь имеют временный характер пребывания эти дети понимаете и вопрос такой если они принимают такие же правила к этим детям как и другим туда почему взрослым не дается те же самые права как и другим на одном и том же самом уровне здесь немножко несовпадение здесь он как-то не очень клеится хорошо и ну да поэтому в этом плане что насчет бар наварны насчет вот детей украины я очень благодарен посольству украинскому посольству в норвегии которая написала ноту министру по просьбе чтобы они относились к детям украинским детям что у них временное проживание здесь и они не попадают по стопроцентное законодательство бар наварн это бар наварна луавен то закон что они являются под прикрытием конвенции оон по защите детей и беженцев и по политическим тоже моменту это было написано было отправлено и этому я очень рад